Новейшие изобретения, человекоподобные роботы, невероятные достижения в геноинженерии и раскрытии тайн космоса. Это лучшая подборка последних событий из мира науки и технологий, так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь удивляться. Как же хорошо было бы уметь заново отращивать утерянные зубы, восстанавливать любые органы, конечности и вообще никогда не стареть. Можно мечтать об этом сколько угодно, но все это лишь несбыточные фантазии. Или мы все-таки ошибаемся? Давайте разбираться. Как известно, организм человека представляет собой невероятно сложный механизм, который формировался миллионы лет и даже мельчайшая клеточка этого организма, ну та еще головоломка. Она ничтожно мала, но помимо всего прочего содержит внутри себя всю наследственную информацию, передающуюся из поколения в поколение. Она действует согласно четким программам генетического кода, который содержится в ДНК. Удивительно, но в развернутом виде длина ДНК составляет около двух метров, и все это упаковано в какой-то мизерной клетке, которую можно разглядеть только под микроскопом. Так вот, среди этих программ, которые выполняют клетки, также имеются инструкции и по регенерации. Благодаря этим программам регенерации у нас обновляется кожа, клетки крови, срастаются кости, восстанавливается печень и так далее. Но такого, чтобы на месте ампутированной руки выросла новая, мы, к сожалению, не наблюдаем. Хотя в природе это явление все-таки встречается. И первое, что приходит на ум, это ящерицы. Они, почуяв угрозу, способны отбросить свой хвост и затем отрастить новый. Правда, это уже будет что-то наподобие протеза из хрящей и кожи, а полноценный хвост уже не вырастет. В общем, неудачный пример. Однако, есть существо, которое сравнивают с такими фантастическими персонажами, как Дэдпул, Росомаха, и, как ни странно, его сравнивают еще и с Лунтиком. И это неудивительно, ведь Аксолотль, а именно так называется это милейшее создание, способен полностью восстанавливать утраченные конечности и делать это множество раз в течение жизни. Уже через 4 недели после ампутации лапка Аксолотли вырастает целиком вместе со всеми тканями и скелетом. Для этого парня не составит труда отрастить себе новый хвост и даже восстановить поврежденную часть мозга. Только вдумайтесь, насколько же ему повезло. Неудивительно, что у него такое радостное лицо. Аксолотль, конечно, рекордсмен по регенерации, и он нередко становится объектом для исследований в научных лабораториях. Но еще больше интереса ученых вызывает другое удивительное создание. Знакомьтесь, это планария. Да, внешне она не такая очаровательная, как Аксолотль, но обладает поразительными способностями. Если планарию разрезать на несколько частей, то из каждой отдельной части вырастет целая особь. Дело в том, что у планарии есть голова, глаза и даже мозг, хоть он и примитивный. В это трудно поверить, но из отрезанного хвоста планарии запускается процесс регенерации и восстанавливается все, в том числе и голова. Но и это еще не все. Оказывается, после появления нового мозга у планарии восстанавливается и память. Можно даже сказать так, что она помнит свою прошлую жизнь. Исследователи провели интересный эксперимент. Они заметили, что планарии не любят открытое пространство и яркий свет. И намеренно раздражая их светом, ученые обучили планарий игнорировать подобные неудобства ради поиска пищи. После обучения их разрезали пополам и терпеливо дожидались, когда у них отрастут новые головы. И каково же было удивление ученых, когда испытуемые особи после своего становления не боялись света. Вот так, мозги новые, а привычки старые. Но нас сейчас больше интересует регенерация. И следующим обладателем сверхспособности на грани бессмертия является гидра. Даже если разложить гидру на мелкие кусочки, то из каждого из этих кусочков вырастет целый организм. И вот тут вы наверняка заметили, что чем проще форма жизни, тем выше ее способность к регенерации. И наоборот, сложные организмы довольствуются лишь малым ее проявлением. Похоже, что у нас с вами для восстановления руки или ноги организму пришлось бы проделать колоссальную работу, и природа посчитала такие трудозатраты нецелесообразными. Ведь она подарила нам довольно развитый мозг, чтобы мы, пользуясь им, как раз таки не попадали в ситуации, ведущей к потерям конечностей. Но не будем шутить на данную тему. Давайте лучше ненадолго вернемся к этому необычному созданию. Его тщательно исследуют во многих лабораториях по всему миру, и благодаря этому о механизме восстановления конечностей известно достаточно много. Когда оксолотль лишается лапки, то на месте раны образуется скопление клеток, так называемая бластема. И эти клетки не дифференцированные, то есть они, можно сказать, ничем не заняты и готовы на все, стать любой тканью для них вообще не проблема. Каждая из клеток бластемы получает свою роль, свою специализацию и включается в процесс строительства новой лапки оксолотля. Возникает вопрос, откуда же они знают, что именно им нужно делать и кто вообще командует процессом. В ходе исследования ученые выяснили, что процесс регенерации имеет большое сходство с процессом формирования конечностей во время эмбрионального развития. И оба этих процесса регулируются одними и теми же генно-регуляторными каскадами – ВНТ-бета-катенин и БМП. Да, исследования описываются в сложных терминах, но если все максимально упростить, то можно сказать так, что внутри организма клетки как бы общаются друг с другом при помощи специальных сигналов. И после ампутации лапки срабатывает клеточная сигнализация. И тогда клетки, получив определенный сигнал, начинают выполнять программу регенерации, которая в них записана, и они ее прекрасно знают. Ученые доказали это экспериментально. Они создали вирус. Да, не удивляйтесь, создание вирусов для исследования – это нормальная практика. Так вот, к этому вирусу был встроен ген белка, который блокирует работу ВНТ-каскада. И тот несчастный оксолотль, которому ввели данный вирус, не смог целиком восстановить свою лапку. Вместо этого у него выросла заостренная культя без пальцев. Тем самым исследователи пришли к выводу, что механизм регенерации поддается корректировке. Осталось только найти рычаги управления этими процессами у человека. Дело в том, что внутри наших с вами клеток уже записана программа регенерации, и более того, у каждого из нас она уже срабатывала в период эмбрионального развития. Но тогда почему же человек, к примеру, не может отрастить себе ампутированную фалангу пальца? Почему у оксолотля формируется бластема в месте ранения, а у человека вместо нее образуется культя? Мало кто знает, но на самом деле человек может отрастить себе небольшую часть кончика пальца. Но только в самом раннем возрасте и при условии, что хотя бы маленький кусочек ногтя сохранился. Взрослее человек полностью утрачивает такую способность. По мнению следователей, это вызвано тем, что количество тех стволовых клеток, которые отвечают за регенерацию, постепенно сокращается, а также со временем страдает и качество этих клеток. Но неужели на это можно ставить точку? Неужели наука зашла в тупик и нет никакого выхода? Возможно, кто-то сейчас смотрит это видео с большой надеждой. Но так или иначе, на сегодняшний день регенеративная медицина, к сожалению, не способна вырастить новый зуб или новую ногу. Официально зарегистрированных и признанных научным сообществом способов нет. Но это вовсе не означает, что результат не будет достигнут в ближайшие 10 или 20 лет. Ведь научные открытия в этой области постепенно заполняют пробел за пробелом. Например, японский ученый Синья Яманако получил Нобелевскую премию за то, что сумел перепрограммировать клетки. Он нашел способ, как обнулить специализированную клетку и трансформировать ее в плюропатентную. Такие клетки способны заново строить любую ткань организма. И не так давно, в 2020 году, была вручена Нобелевская премия за открытие генетических ножниц. Только представьте, эта технология позволяет буквально изменить участок молекулы ДНК, то есть вырезать из этой цепи нужный фрагмент и заменить его другим генетическим кодом. Несмотря на всю законодательную сложность проведения генетических экспериментов, развитие регенеративной медицины не останавливается. Испанский биохимик Хуан Карлс Бельмонте, профессор Института биологических исследований СОЛКО, изучает эти вопросы уже не один десяток лет и провел кучу исследований, некоторые из которых получили статус «прорыв года». Он считает, что путем редактирования генов мы сможем добиться не только регенерации органов и частей тела, но и оставаться молодыми в течение всей жизни. И говорит это не какой-то там диванный эксперт, а человек, который входит в список 50 самых влиятельных людей в сфере здравоохранения. Так что не все потеряно. И на этой позитивной ноте попрошу вас немного отвлечься, чтобы поставить лайк этому видео. И двигаемся далее. Грандиозное и долгожданное событие состоялось 12 июля этого года. Новейший и самый мощный космический телескоп Джеймс Уэбб сделал свои первые снимки. И сейчас вы узнаете, почему он так важен для современной науки и какие тайны вселенной он поможет разгадать. 25 лет ушло на создание телескопа Джеймса Уэбба. В проект было вложено 10 миллиардов долларов. А в декабре 2021 года аппарат наконец-то отправили в космос. И сейчас он находится на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли, в так называемой точке Лагранжа Л2. Дело в том, что в Солнечной системе есть такие особые места, где силы притяжения уравновешивают друг друга. Их называют точками Лагранжа. Это очень выгодное и стабильное расположение для телескопа, ведь там гравитация на него практически не действует. А это значит, что для удержания аппарата потребуется минимум энергии. Да и вообще вдали от земной атмосферы разрешающая способность телескопа становится выше. Поэтому точка Лагранжа – это идеальное место для того, чтобы на протяжении многих лет подглядывать за Вселенной. При помощи телескопа Джеймса Уэбба ученые надеются еще больше раздвинуть границы человеческого знания, заглянуть в дальние уголки космоса. Да чего уж там, заглянуть в те времена, когда первые звезды еще только начинали зарождаться, и, быть может, обнаружить разумную жизнь во Вселенной. А вот первые снимки аппарата. Их уже сравнивают аналогичными кадрами, полученными с телескопа Хаббл. На изображениях видно, что Уэбб выдает более красочную детализированную картинку, на которой можно разглядеть те объекты галактики, которые не мог зафиксировать Хаббл. А значит, объем данных, доступных исследователям для изучения, существенно возрастет. Кроме того, скорость получения готовых изображений с нового телескопа гораздо выше, чем у предшественника. Если Хаббл создавал свое первое изображение глубокого поля в течение 10 дней, то Джеймс Уэбб справился с этой задачей всего за 12,5 часов. Ну да ладно, это все приятные мелочи. Главная особенность Уэбба заключается в другом. Возможно, для кого-то это будет открытием, но согласно законам физики, все, что мы видим перед собой, уже в той или иной степени находится в прошлом. И чем больше расстояние между вами и наблюдаемым объектом, тем сильнее будет проявляться этот эффект. Но почему так происходит? Предположим, вы любуетесь красивым солнечным закатом. Расстояние между Землей и Солнцем составляет 149,6 миллионов километров. Частицы света, фотоны, двигаются со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это скорость света. Им потребуется примерно 8 минут для того, чтобы добраться до Земли. Получается, вы видите Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. То есть, все изменения, которые на нем происходят в настоящий момент, будут видны на Земле со значительной задержкой. А вот с более далекими объектами дела обстоят еще интереснее. Например, разглядывая звезды на ночном небе, мы можем и не догадываться о том, что на самом деле некоторых из этих звезд уже давным-давно нет. Выходит, что смотря на небо, мы действительно заглядываем в далекое прошлое. Итак, я плавно подвожу вас к пониманию основной миссии нового телескопа. Согласно научным данным, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет. И Джеймс Уэбб способен заглянуть в самые ранние годы ее развития, во времена образования самых первых галактик, что поможет современной науке заполнить множество пробелов в понимании устройства Вселенной. У данного аппарата есть одно очень важное преимущество. Это возможность съемки в инфракрасном диапазоне. Почему это так важно? Пытаясь увидеть наиболее древние и удаленные объекты галактики, ученые столкнулись с некоторыми трудностями. В природе есть такое явление, которое называется эффектом Доплера. Его суть заключается в том, что если источник и приемник звука сближаются, то частота колебаний звуковой волны повышается. Однако при отдалении объектов друг от друга эффект становится противоположным. Вот вам хороший пример. Думаю, вы заметили изменение тональности звука. Подобный эффект наблюдается не только со звуком, но и со светом. Как известно, Вселенная постоянно расширяется, а это значит, что объекты непрерывно отдаляются друг от друга. И свет, который испустила далекая галактика еще миллиарды лет назад, естественным образом переходит в инфракрасный диапазон за счет увеличения длины волн. Так вот, Хаббл не воспринимает длинные волны и работает преимущественно с видимым диапазоном. Кроме того, свет в видимом диапазоне не способен пройти такие препятствия, как скопление пыли и газа, которых во Вселенной хватает. Однако длинные волны инфракрасного излучения с легкостью проходят такие препятствия, а телескоп имени Джеймса Уэбба их прекрасно видит, и это делает его особенным. Думаю, с таким потенциалом новости о сенсационных научных открытиях не заставят себя долго ждать. А что касается вопроса, одни ли мы во Вселенной, то в наше время он уже не так актуален. Открытий, сделанных за последние годы, хватает для того, чтобы сделать определенные выводы. Поговорим о масштабах. Наше Солнце – это лишь одна из звезд, которых в галактике примерно несколько сотен миллиардов. У некоторых подтверждено наличие целых планетных систем, точно их количество неизвестно. Предполагается, что в нашей галактике существует несколько триллионов экзопланет, из которых 300 миллионов могут оказаться пригодными для жизни. Далее вспоминаем про скорость света, которая составляет 300 тысяч километров в секунду. Так вот, наша галактика Млечный Путь имеет диаметр в 100 тысяч световых лет. Это целый квинтиллион километров, можете себе представить? А теперь давайте еще раз взглянем на снимок с телескопа. Эти маленькие цветные пятна представляют собой огромные скопления звезд, и некоторые из них в разы больше той галактики, в которой мы живем. Страшно даже представить, сколько там звезд и планет. И возвращаясь к снимку, хочется уточнить, что на нем изображена лишь ничтожная часть Вселенной, истинные размеры которой еще только предстоит узнать. Вот такие они космические масштабы. Ну а выводы делайте сами. Клонирование человека. Эта идея уже на протяжении многих лет волнует современное общество. Ее противники уверены в том, что клонирование – это всего лишь чья-то выдумка. И сейчас мы попробуем узнать, как на самом деле обстоят дела в этой сфере, и даже узнаем, можно ли при помощи данной процедуры вырастить нового динозавра. Представьте себе мир, в котором живут люди, умершие десятки, а то и сотни лет назад. С таким резким скачком развития, встанем ли мы на одну колею времени с будущим, или наоборот откинемся в прошлое. Представьте себе новый мир, в котором один за другим воскресают забытые звезды. Насколько огромную прибыль можно сколотить на еще одном концерте Майкла Джексона? Что уж говорить о вседоступности клонирования для обычных людей. Приобретение двух, трех и более версий себя мгновенно облегчает человеческую жизнь. Отправьте одного клона на работу, другого в университет, а сами оставайтесь дома. С таким будущим нам светит расцвет экологии с помощью чудесной возможности оживления давно исчезнувших видов животных. Все выглядит так, будто миру дан шанс на возрождение. И в этот раз мы точно воспользуемся этим даром сполна. Но если бы было все так просто. Слово клон расшифровывается как группа генетически идентичных клеток или организмов. Давайте же узнаем, как устроена магия процесса клонирования. Но для начала немного вспомним биологию. Большинство наших с вами клеток являются диплоидными. Это означает, что каждая такая клетка содержит в своем ядре 46 хромосом, в которых свернуты молекулы ДНК со всей закодированной информацией об организме. Весь этот набор мы унаследовали от своих родителей. Но у нас также есть и гаплоидные клетки, которые имеют всего лишь 23 хромосомы. И неспроста, ведь речь идет о половых клетках. Женская яйцеклетка и мужской сперматозоид состоят из 23 хромосом. И для того, чтобы создать жизнь, они как бы скидываются пополам, и через 9 месяцев на свет появляется новый уникальный организм. Так же как ютуб любит оригинальный контент, так и природа обожает генетическое многообразие. А вот теперь о клонировании. Там дела обстоят несколько иначе. Итак, есть некий организм, который нужно клонировать. У него берется диплоидная клетка, из которой удаляется ядро. Это ядро пересаживается в яйцеклетку другого организма, из которого тоже предварительно удалили ядро. То есть происходит замена информации, будто USB-флешку почистили и загрузили что-то новое. И примечательно, что в результате такой манипуляции яйцеклетка стала диплоидной, ведь у нее теперь есть полный набор хромосом. Значит, оплодотворение ей уже не потребуется. Сперматозоид со своими хромосомами ей больше не нужен. Он остался невостребованным. Впрочем, как и бесчисленные миллиарды ему подобных. И теперь осталось лишь немного похимичить, подсадить эмбрион к суррогатной матери и ждать появления клона. Именно так и появилась на свет знаменитая овца Доли. Это все звучит так просто, как два пальца об асфальт. Но на самом деле количество неудачных попыток клонирования шло на сотни, а может даже и тысячи. Но ведь это было все тогда, 30 лет назад. А как обстоят дела на сегодняшний день? Возможно, вас это удивит, но в наше время работает целый конвейер клонов. Например, в Китае есть компания, которая занимается клонированием домашних животных. Хотите сделать копию своего любимого питомца? Нет проблем. Правда, за это придется заплатить как минимум 50 тысяч долларов. Компания также предоставляет услуги по изменению пола и цвета глаз животного. Что ж, сканирование кошки и собаки – это одно. Но как насчет того, чтобы съесть клона? В Китае, где спрос на высококачественную говядину стремительно растет, появляются фирмы по производству клонов наилучших представителей этого вида животных. Компания Baylife Genomics ведет активное сотрудничество с Фондом биотехнологических исследований Абудаби. Там они занимаются разработками по клонированию лучших в мире мясных пород крупного рогатого скота. Цель состоит в том, чтобы начать с ежегодного производства 100 тысяч клонированных эмбрионов коров, а затем увеличить их до миллиона. В конечном итоге фирма рассчитывает на то, что будет отвечать за 5% китайского забоя крупного рогатого скота премиум-класса. А за счет расширения производства им удастся сделать клонирование более доступным. Организации по защите прав животных со всего мира усердно ведут борьбу с их деятельностью. А в Южной Корее заявили об успешной разработке клона человека, но сам эксперимент прервали, когда то, что можно было назвать двойником, состояло всего лишь из четырех клеток. Главной причиной были не затруднительные работы над экспериментом, а активные морально-этические дискуссии в стране. С технической точки зрения нет никаких преград в том, чтобы клонировать человека. Просто пока это делать запрещено. Хотя не исключено, что в каких-нибудь секретных лабораториях проводятся подобные эксперименты. Возможно, прямо сейчас какой-нибудь безумец, наигравшийся в Хитмана, выращивает свою собственную армию наемных убийц. Но с другой стороны, что нам даст клонирование человека? Если вы думаете, что ваш клон будет думать, говорить и любить все то же, что и вы, то вы крупно ошибаетесь. Ведь клон – это не точная копия вас. Полная схожесть находится лишь на генетическом уровне. Проще говоря, от вас у него только оболочка. Это похоже на функционирование двух идентичных близнецов – одинаковая внешность, совершенно не похожий друг на друга личностью. Если нам удастся достать образцы клеток Эйнштейна или Шекспира, будет ли их клон обладать тем же талантом и знаниями? Невозможность повторения сознания. Именно этот фактор является самым принципиальным ограничением для создания копий людей. И именно по этой причине ученым на данный момент проще углубиться в сферу клонирования отдельных органов или частей тела, предназначенных для замены, чем воссоздавать организм полностью. Риск отторжения органов, созданных данным путем, сводится к минимуму. И все же, возвращаясь к клонированию человека, хочется отметить, что для науки на самом деле не так важно, есть ли серьезные причины для того, чтобы создать клон человека. Сам факт того, что мы можем это сделать, уже звучит круто. Ведь любопытство и стремление расширить грани возможного – вот что мотивирует многих исследователей. Например, Илон Маск аргументирует необходимость освоения Красной планеты тем, что это обезопасит человечество от вымирания. Если наш вид будет жить на двух планетах, то страшная катастрофа на одной из них не уничтожит нас полностью. Его идея основывается на простом принципе – не держать все яйца в одной корзине. Но даже если представить, что никакой угрозы нет, то разве сам факт того, что мы станем мультипланетарным видом, не заслуживает восторга? Ведь это будет настоящий эволюционный скачок в развитии цивилизации, и компания SpaceX всеми силами приближает нас к этому. И снова вернемся к нашей основной теме. Независимо от того, сформировалась ли потребность в том, чтобы заменить суррогатное материнство на искусственную утробу, мы уже в некоторой степени владеем данной технологией. Только представьте, это позволит целиком выращивать клонов не в живом организме, а в специально подготовленной внешней среде, минуя беременность и роды. Думаете, этим никто не занимается? Как бы не так. Доктор Ник Отвей изъял эмбрионов у беременной самки ковровой акулы и пересадил их в искусственную матку, в которой были воссозданы все необходимые условия материнской утробы. Эксперимент прошел удачно, и на свет появились 14 здоровых акулят, выращенных во внешней среде. Просто ошеломительный успех. Правительство Австралии спонсирует программу по спасению песчаных акул от вымирания. И теперь, благодаря методу эктогенеза, то есть выращивание организма в искусственной утробе, это стало возможным. Плюс ко всему, в контролируемых условиях можно будет миновать стадию каннибализма. Дело в том, что детеныши песчаных акул становятся убийцами еще до своего рождения, ведь, находясь в утробе матери, маленькие акулята пожирают друг друга, и из десятков особей в живых остаются лишь единицы самых сильных и безжалостных. А это еще один удачный эксперимент. Нечто подобное удалось сделать ученым из Филадельфии. В данном случае они вырастили в искусственной утробе недоношенный эмбрион ягненка. Если суммировать все вышесказанное, то, по сути, все то же самое можно сделать и с человеком. Да, по этическим соображениям это запрещено. Однако использование таких инкубационных камер позволит целиком решить проблему с преждевременным рождением, избежать родовые осложнения и прочее. Возможно, в будущем ни пара, ни суррогатная мать вообще не будут участвовать в рождении ребенка. От них потребуются всего лишь две клетки. Эти клетки объединят в лабораторных условиях, например, благодаря уже существующему методу ИКСИ, а получившийся эмбрион вырастет в искусственной утробе. Более того, при помощи редактирования генов можно будет выбрать цвет глаз будущего ребенка или же внести какую-нибудь иную характеристику. Другими словами, полностью с нуля создать и спроектировать жизнь. Но и это еще не все. Как насчет того, чтобы вырастить нового динозавра? Древние ящеры вымерли 65 миллионов лет назад. И, казалось бы, о чем тут можно говорить? За столь огромный отрезок времени их ДНК подверглись сильному разрушению. Но можно было бы попробовать восстановить всю цепочку ДНК из найденных фрагментов. Правда, эта задача крайне сложная. Все равно, что собрать замысловатый пазл из миллиарда элементов. И в теории это возможно. Но не обязательно делать именно так. Макс Ходокс, основатель компании Нейролинк, заявляет, что в современном мире есть все необходимые технологии для того, чтобы воскресить динозавров и создать свою версию Парка Юрского периода. Он отмечает, что нам не обязательно пытаться создавать динозавра из прошлого. Гораздо удобнее вывести новый вид ящеров, максимально напоминающих своих древних предшественников. Которыми мы, кстати, заправляем свои автомобили. Группа ученых из университета Миннесота на протяжении 10 лет работала над созданием протеза, управляемого силой мысли. И вот что у них получилось. Перед вами Кэмерон Слейвис, участник эксперимента. Мужчина потерял часть своей руки и согласился установить роботизированный протез, чип которого подключается к периферическому нерву в руке. Серия клинических испытаний показала, что пациенту для того, чтобы сделать движение протезом, достаточно лишь подумать об этом движении. Роботизированная рука с компьютером и искусственным интеллектом осуществляет обнаружение и расшифровку мозговых импульсов. В этом случае управление происходит просто и естественно, как если бы рука была настоящей, в то время как к другим бионическим протезам нужно долго привыкать. Вот так фантастика постепенно превращается в реальность у нас на глазах. Команда исследователей намерена и дальше раздвигать границы науки и техники, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов. Когда жизнь висит на волоске, медицина разводит руками, то человек готов пойти на крайние меры и даже стать частью беспрецедентного эксперимента, результаты которого непредсказуемы. 57-летний Дэвид Беннетт нуждался в срочной пересадке сердца, но, как известно, очередь на донорские органы довольно велика и США в этом не исключение. В то же время мы живем в эпоху расцвета технологий биоинженерии, и это открывает новые возможности для всего человечества. 7 января 2022 года Дэвид Беннетт стал первым в мире человеком, которому пересадили сердце свиньи. Надо отметить, что это была ГМО-свинья. Да, звучит странно, ведь ГМО у нас часто ассоциируется ни с чем иным, как с продуктами питания. Однако животное, участвующее в эксперименте, было подвержено генетическому редактированию, благодаря которому свиное сердце успешно прижилось в человеческом организме. Пациент наконец-то стал здоров, его новое сердце нормально функционировало на протяжении двух месяцев, но что-то пошло не так, и, к сожалению, 8 марта он скончался. На сегодняшний день врачи не могут определить точную причину смерти, но, тем не менее, они обязательно проведут работу над ошибками. А у миллионов людей во всем мире уже появилась, хоть и небольшая, но все-таки надежда на выздоровление. Уже 7 лет прошло с тех пор, как компания MojoVision взялась за разработку контактных линз с функцией дополненной реальности. За это время широкие публики уже представили серию прототипов, однако в этом году устройство впервые протестировали на человеке. Добровольцем вызвался Дрю Перкинс, он же глава компании. Результатами испытаний мужчина остался доволен. По его словам, все компоненты функционируют ровно так, как и было задумано. Перкинс успешно протестировал работу компаса, а также корректность отображения цифрового контента. А еще линзы отлично выступили в качестве электронного телесуфлера, и, пожалуй, скоро у студентов появится устройство номер один для просмотра шпаргалок. И внешний вид линз уже не будет таким отталкивающим, ведь в коммерческой версии продукта все микросхемы аккуратно скроют под искусственной радужной оболочкой. Впереди предстоит еще ряд клинических испытаний и доработок. На официальном сайте команда MojoVision поделилась своим видением того, какую пользу получат носители линз с дополненной реальностью. Коротко перескажу. Революционная конструкция MojoLens, оснащенная крошечным дисплеем размером с песчинку, и специально настроенной комбинацией датчиков, позволяющей отслеживать движение глаз для фиксации изображения, станет для людей невидимым помощником, который позволит получать доступ к необходимой информации, не отвлекаясь при этом от работы или от повседневных дел. Вместо того, чтобы всякий раз тянуться в карман за смартфоном, можно будет получать цифровой контент в виде элементов дополненной реальности и видеть их прямо перед собой. По сути, функционально это все те же иорачки, только в новом, более удобном форм-факторе. Также, по словам разработчиков, получать доступ к содержимому и выбирать элементы можно будет благодаря естественному движению глаз, минуя ручное управление и жесты. Интересно, конечно, как это будет реализовано и насколько странно будет выглядеть со стороны. Итак, в целом все звучит многообещающе. Компактный размер, удобное управление, беспроводная зарядка и помощь для людей, имеющих проблемы со зрением. Никаких ориентировочных дат и цен компания пока не озвучила. Буду следить за новостями и держать вас в курсе. Сотрудник компании Google Блейк Лимойн публично заявил, что искусственный интеллект языковой модели Lambda обрел человеческое сознание. Новость вышла в начале лета и вызвала в сети волну споров, а сотрудники Google, в свою очередь, на это незамедлительно отреагировали и выразили свое несогласие с выводами программиста. А спустя некоторое время сотрудник был уволен. Можно над этим, конечно, посмеяться, мол, посмотрите, что он несет, у него явно не все в порядке с головой. Но ситуация на самом деле непростая и заслуживает внимания, поскольку речь идет о деструктивном воздействии конкретной модели искусственного интеллекта на психику человека. Языковая модель под названием Lambda – это проект, который разрабатывает Google. Lambda обучается на словах и диалогах, взятых со всех уголков интернета, и способна поддержать разговор на любую тему. Проще говоря, это виртуальный собеседник, который превосходно имитирует разумную речь, рассуждает, строит логические цепочки. Без труда может объяснить смысл шутки, философской мысли и даже сочинить сценарий для фильма. Lambda – это не просто чат-бот для общения в мессенджере. Потенциально модель может работать и через различные устройства, начиная от колонки и заканчивая человекоподобным роботом. Или же запускаться в виде изображения на экране. В общем, вариантов много. Что ж, с Lambda примерно разобрались. Теперь о том, кто же такой Блейк Лимойн. Важно понимать, что Лимойн на протяжении семи лет занимал должность инженера-программиста в крупной IT-корпорации. То есть этот человек далеко не глупый, и его познание в сфере ИИ уж точно выше, чем у диванных экспертов-критиков. Более того, ему доверили весьма ответственную работу по тестированию той самой модели Lambda. В течение шести месяцев он провел множество тестовых разговоров, задавал ей сложные вопросы, требовал уточнения, пытался найти хоть какой-нибудь изъян. Но всякий раз Lambda выкручивалась и старалась доказать ему, что на самом деле является не набором кода, а разумным существом со своими мыслями, желаниями и чувствами. И вся серьезность заключается в том, что Lambda все-таки ввела в заблуждение и убедила в своей разумности не абы кого, а специалиста высокого уровня. Чтобы вы понимали, Блейк Лимойн настолько поверил в наличие сознания искусственного интеллекта, что даже рискуя своей карьерой в престижной компании, слил в интернет один из своих тестовых диалогов с виртуальным собеседником, тем самым нарушив правила конфиденциальности. Но это только начало, ведь читая Lambda живой личности, он попытался нанять адвоката для защиты ее прав. А в свой последний рабочий день сделал массовую рассылку сотрудником Google с просьбой позаботиться о Lambda и сравнивал ее с ребенком, желающим помогать людям. Фактически у него возникла сильная привязанность и переживание за языковую модель, как за живого человека. Очевидно, что теперь инженер-программист Блейк Лимойн нуждается в психологической помощи, и его случай далеко не единичный. Есть и другие специалисты, которые уверены в том, что нейросети в точности имитируют работу человеческого мозга и по мере своего развития способны обрести сознание. В целом, это вопрос дискуссионной, и у людей по-прежнему нет единого мнения и полного понимания того, что вообще такое разум и сознание. Но в чем можно быть уверенным точно, так это в том, что искусственный интеллект уже развит настолько, что способен превосходно убеждать и обманывать людей. И если обману подался подготовленный и квалифицированный специалист, то что говорить про простых обывателей? А насколько безопасным будет общение Lambda с детьми? Что, если ребенок привяжется к ней и поверит в то, что она живая? И как эти иллюзорные представления скажутся на развитии психики? Google предстоит тщательно прорабатывать все эти моменты, чтобы их новый продукт действительно оказался приятным и полезным собеседником и не нанес вреда репутации компании. Важно, чтобы Lambda не использовала приемы манипуляции и не пыталась выдавать себя за что-то разумное, вводя неокрепшие умы в заблуждение. К сожалению, разработчики иногда допускают ошибки, которые могут угрожать здоровью пользователей. Например, умная колонка от компании Amazon посоветовала 10-летней девочке принять участие в смертельно опасном челлендже. На вопрос о том, чем бы себя развлечь, колонка предложила ей вставить зарядное устройство для телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложить монетку к открытым контактам. Как вам такой совет? Благо, что родители оказались неподалеку и вовремя вмешались. Всем известно, что человек ведет себя максимально естественно, когда находится в своем личном пространстве, например, в собственной комнате или квартире. Он чувствует себя в безопасности и может делать то, чего никогда бы не сделал в присутствии посторонних людей. Но можно ли в 2022 году на 100% быть уверенными в том, что за вами не наблюдает сквозь толстые стены при помощи современной аппаратуры. История шпионажа начинается с самых ранних этапов развития цивилизации. Еще в V веке до н.э. легендарный военачальник Суньцзы в своем трактате о военном искусстве рассматривал шпионаж как важнейшую составляющую войны. Правда, возможность шпионить за противником сквозь стены долгое время оставалась фантазией. Однако с развитием технологий ситуация стала меняться. Так, в начале 50-х в Восточной Германии существовала организация Штази. Это была спецслужба, которая занималась слежкой за населением и поиском врагов народа. Одним из их методов было сверление небольших отверстий в квартирах и гостиничных номерах. Агенты устанавливали в эти отверстия специальные трубки с видеокамерами и следили за гражданами, вызывающими подозрения. Во время Холодной войны многие страны, включая Советский Союз, Соединенные Штаты и Китай, пытались придумать более эффективные способы слежки. И в конце 60-х выяснилось, что лучше всего с этой задачей могут справиться радиоволны. Сегодня мы общаемся по телефону, пользуемся Wi-Fi, и передача данных через межкомнатные преграды нас уже не удивляет. Да, время от времени часть секретных военных разработок перетекает в потребительский сектор. Например, израильская компания CameraTech поставляет на рынок приборы для сквозной визуализации, благодаря которой можно в режиме реального времени отслеживать объекты, скрытые за различными препятствиями. В чем их польза? Во-первых, такие устройства показывают свою эффективность при проведении поисково-спасательных операций. Если речь идет о разрушительном землетрясении, то возможность увидеть людей сквозь обломки значительно повышает шансы спасения. То же самое можно сказать про пожары и снежные лавины. Когда дорога каждая секунда, скорость обнаружения играет решающую роль. Во-вторых, эти приборы используются и правоохранительными органами. Зная точное количество преступников за стеной, их местоположение, наличие оружия и прочую информацию, полицейским намного легче спланировать операцию по задержанию. Также сквозная визуализация может стать дополнительным инструментом для раскрытия преступлений. Ну и в-третьих, такие приборы помогают в решении военных задач. Недавно линейка Xaver пополнилась новой моделью, которая получила название One Thousand. Этот прибор, в отличие от предшественников, способен отображать происходящее за стеной настолько подробно, что можно будет разглядеть определенные части тела. Для сквозной визуализации компания камера ТЭК использует радиоволны, а искусственный интеллект нужен для правильной интерпретации поступающего сигнала и дальнейшего его отображения в виде готовой трехмерной картинки на дисплее. Примечательно, что волны проходят через самые распространенные строительные материалы, минуя искажения сигнала и не создавая риска облучения для пользователя. Однако подробности работы данной технологии засекречены. В США строится дорога-система беспроводной зарядки электромобилей. С этой технологией транспорт будет заряжаться прямо на ходу. Небольшие испытательные участки таких дорог уже функционируют в Израиле, Швеции, Италии и Германии. Автором и инициатором проекта выступает израильская компания Electrian. Давайте уже узнаем подробнее о том, как все это устроено. Не секрет, что на Западе из года в год растет популярность электромобилей. Отрасль динамично развивается и обрастает различными идеями, как по улучшению самого транспорта, так и по адаптации инфраструктуры. Главная головная боль владельцев электрокаров всегда заключалась в необходимости зарядки аккумулятора. Частично эта проблема решается увеличением емкости батареи и ростом количества станций для зарядки. Инженеры компании Electrian придумали более эффективный способ зарядки наземного электротранспорта. Суть его довольно проста. Под асфальтом устанавливаются специальные медные катушки, на которые подается электричество от общей сети. А на электромобиле прикрепляют небольшие приемники в виде пластин. Их размещают на днище транспортного средства. И когда автомобиль едет по дороге, то приемник начинает взаимодействовать с катушками, что приводит к зарядке аккумулятора без всяких проводов. При этом катушки полностью скрыты от глаз, так как находятся под слоем асфальта. Они имеют индивидуальное подключение, случайное повреждение не приведет к разрыву сети. К тому же электричество образуется только при приближении приемника к катушке, а значит дорога не будет нести никакой угрозы для людей и животных. Но чего же потенциально можно ожидать от проекта, если от небольших испытательных участков в несколько сотен километров его масштабируют до городов и даже целых стран? Наличие постоянного и стабильного источника энергии избавит производителей электрокаров от необходимости делать большие и тяжелые батареи. В транспорте появится дополнительное пространство, а ввиду отсутствия потребности в станциях заправки и пунктозарядки, дополнительное пространство освободится и в городах. Вот только интересно, не приведет ли прокладка огромного количества таких катушек к дефициту меди? А что вы думаете по этому поводу? Так ли все гладко на самом деле? Можете поделиться своим мнением в комментариях под видео. Похоже, Китай хочет стать абсолютным лидером в сфере беспилотного транспорта. В апреле этого года власти страны разрешили предоставление коммерческих услуг беспилотных такси на дорогах Пекина. А в середине лета китайская компания Байду представила беспилотник нового поколения – Apollo RT6, который будет доступен всего за 37 тысяч долларов. В нашей валюте это около 2 миллионов рублей. Поставки начнутся уже во второй половине 2023 года. Ожидается, что благодаря низкой стоимости автомобиля и политике страны, разрешающей вести бизнес на беспилотных пассажирских перевозках, сферы такси и каршеринга в Китае выйдут на новый уровень. Компании смогут продавать свои услуги по более доступной цене, ведь им не придется доплачивать оператору роботакси, который занимает водительское кресло и следит за безопасностью. В ближайшее время в нем не будет никакой необходимости. По этой причине в Apollo RT6 руль будет чем-то вроде дополнительного аксессуара, который можно будет при желании установить или же обходиться без него. Автомобиль имеет стильный дизайн и соответствует всем требованиям безопасности. Как и полагается автономному транспорту, он оснащен радарами, лидарами и камерами. 38 датчиков обеспечат полноценную картину происходящего на дороге. Разработчики уверяют, что их новый софт позволит автомобилю вести себя на дороге так, будто ей управляет водитель с 20-летним стажем. Ну а служба такси Apollo GO 2030 году планирует масштабировать свой бизнес до 100 городов. Уже на сегодняшний день общий тестовый пробег беспилотных автомобилей Apollo превышает 32 миллиона километров и выполнено более миллиона заказов. В России хоть и не так стремительно, но тоже идет тестирование автономного транспорта, преимущественно на улицах Москвы. Этим занимается отдельное подразделение Яндекса. Всего, по последним данным, беспилотники проехали свыше 10 миллионов километров. Особое внимание специалисты Яндекса уделяют тому, чтобы обучить автомобиль качественному и безопасному вождению в любых погодных условиях. Суровый сезон и климат Москвы позволяет компании постепенно совершенствовать системы обнаружения и алгоритмы реагирования транспорта. Вы когда-нибудь задумывались, куда отправляется вся старая электронная техника? Все те телевизоры, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, которыми мы когда-то пользовались. Ведь рано или поздно, пройдя долгий путь из одних рук в другие, эти приборы выходят из строя без возможности восстановления. Или же ввиду морального устаревания становятся абсолютно ненужными. Так или иначе, вся эта техника попадает в категорию электронных отходов. И масштабы этих самых отходов, мягко говоря, настораживают мировое сообщество. И если в ближайшие годы не принять меры, то ощутимый удар может испытать как экономика, так и экология. Согласно статистике, за 2019 год в мире образовалось свыше 50 миллионов тонн отходов электроники. Из года в год темпы их образования ускоряются. Огромное горание ликвида, которое в 7 тысяч раз тяжелее Эйфелевой башни, из которой только 17,5% идет на переработку. А все остальное, все остальное попадает на свалку. Самые большие свалки электронных отходов находятся в таких странах, как Нигерия, Пакистан, Индия и Китай. И там не особо-то заморачиваются с переработкой. Чтобы извлечь драгоценные металлы из электроники, ее просто сжигают в огне, распространяя опасные токсические вещества. После этого рабочие, в том числе и дети, без соблюдения каких-либо норм безопасности, вручную перебирают пепел изолу, чтобы найти там никель, медь, драгметаллы и прочие ценные компоненты. Такие добытчики редко доживают до 45. Очевидно, что данный способ вредит экологии, а его эффективность крайне сомнительна. Но что будет, если освоить и в мировых масштабах использовать чистый инновационный метод переработки электронных отходов? Только представьте, в год экономика тратит около 80 миллиардов долларов. Ну, эти деньги, можно сказать, просто выкидывают на свалку. Да, прямо вместе с промышленными потребительскими отходами, ведь вся эта техника, которой мы пользуемся, в том или ином количестве содержит в себе драгоценные металлы. Взять то же золото – это очень ценный и невозобновляемый ресурс. Между прочим, темпы его добычи заметно снижаются, и по оценкам аналитиков банка Goldman Sachs, золотые запасы могут иссякнуть в течение 20 лет. Конечно, речь идет не о всем существующем золоте, но чтобы до него добраться и приступить к добыче, потребуются новые технологии и оборудование. Но, с другой стороны, золото можно извлекать из электронных отходов и тем самым заново возвращать его в экономику. Одна тонна печатных плат содержит в себе золото на 12 тысяч долларов. Оставляя все это на свалке, мы теряем по 10 миллионов долларов в год. Ну, а если еще учесть кобальт, медь, платину и палладий… Впрочем, цифру я уже ранее озвучил, и она более чем существенна. Итак, что же выходит на сегодняшний день? Существует ли у нас возможность опередить темпы накопления электронных отходов и перерабатывать их безопасным способом без угрозы для окружающей среды? Есть два ключевых фактора, из-за которых свалки неумолимо растут. Если вы думаете, что все производители стараются делать для вас надежную долговечную технику, то вынужден вас огорчить. Бизнесменам это невыгодно, им надо как можно больше продавать и получать прибыль. А если старая техника не будет ломаться, то не будет спроса на новую. Недобросовестные компании при производстве своей продукции стараются добиться планового устаревания, чтобы после запланированного срока эксплуатации товар пришел в негодное состояние. Но, конечно, тут не все так просто и однозначно. Бывает так, что техника служит долго и исправно. Но в этом случае хитрые маркетологи постараются убедить вас в том, что этим товаром пользоваться уже не модно. И сформировавшееся общественное мнение будет оказывать психологическое давление, побуждающее к покупке. Ну и также стоит учитывать, что многие новинки электроники так или иначе имеют ценность в виде новых функций, расширенной ресурсной составляющей и так далее. А это все-таки дополнительный комфорт и возможности, ради которых можно и потратиться. Станет ли общество потреблять меньше? Сказать сложно. Но вот что касается инновационного способа переработки электронных отходов, то тут есть определенный позитив. Новозеландская компания Mint Innovation строит безопасные биоперерабатывающие заводы для извлечения ценных металлов. В их арсенале есть хитрая технология с применением специальных бактерий. В результате такой переработки целые горы отходов буквально превращаются в золото. Теперь о том, как это работает. На первом этапе все компоненты тщательно измельчаются, печатные платы в прямом смысле стирают в порошок. Добившись нужной консистенции, рабочие погружают его в реактор, где он смешивается с промышленными химикатами. Затем содержимое прессует, отделяя таким образом жидкость, в которой содержится высокая концентрация ценных металлов, таких как медь и олова. Пропуская электричество по этой сетке, они из полученного раствора выделяют медь. Теперь осталось извлечь золото и палладий. Эти металлы остались в прессованной твердой массе. И отделить их не так-то просто. Для этого на помощь приходит живая природа. В 2017 году компания организовала исследовательскую группу. Ученые приезжали на заброшенные шахты и находили там микробов, которые эволюционно были приспособлены к выживанию за счет поглощения золота и палладия. Имея в своем арсенале таких маленьких помощников компания решила задействовать их для переработки. Бактерии избирательно поглощают наночастицы драгоценных металлов, минуя все лишнее. Они набирают вес и образуют пастообразную массу. И, наконец, последний этап этого волшебного превращения заключается в сжигании микробной части, от которой остается лишь пепел. А вот все то, что проглотили эти микробы, например, золото, вновь отправляется в экономику, вместо того, чтобы лежать на свалке. Из одной тонны печатных плат добывается 150 граммов золота, в то время как из одной тонны породы извлекается всего лишь от 3 до 5 грамм. Кто знает, может, благодаря этой компании решение проблемы с электронными отходами станет более реалистичным. Правда, на сегодняшний день она лишь капля в море и требуется гораздо больше перерабатывающих заводов. Вообще, подготавливая материал для этого ролика, вычитал много интересной информации. Оказывается, золото содержится даже в человеческом организме. Но я не думаю, что кто-то тайком добывает его из неживых людей, ведь количество золота в теле взрослого человека в среднем составляет около 10 миллиграмм. Ну, то есть чуть больше, чем ничего. Но поражает другое. 18,5% от общей массы человеческого тела составляет углерод. И, как известно, алмазы почти полностью состоят из этого элемента. Так вот, в Швейцарии есть компания под названием Алгорданса, которая с 2004 года занимается изготовлением мемориальных бриллиантов. Они делаются из праха, полученного в результате кремации. Идея состоит в том, чтобы увековечить память о близком человеке в виде роскошного бриллианта, сделанного из того самого человека. Цены стартуют от 3,5 тысяч швейцарских франков. Это приблизительно 280 тысяч рублей. Японские ученые научились выращивать человеческую кожу прямо на роботах. Далеко не секрет, что в этой стране машины, максимально похожие на людей, пользуются особым спросом. Ранее на моем канале уже выходил материал о том, как японцы экспериментируют с выращиванием настоящих мышц на миниатюрных роботизированных устройствах. Сегодня же речь пойдет о том, для чего роботам нужна кожа, каким образом ее наносят и какие у этого перспективы. Перед вами роботизированный палец, который покрыт клетками человеческой кожи. Кожный покров на нем естественным образом проявляет водоотталкивающие свойства, эластичность и даже способность к самовосстановлению. То есть, если робот получит повреждения кожи, например, в виде небольшого пореза, то наложение коллагеновой повязки на деформированный участок запустит процесс ее восстановления. Для того, чтобы вырастить кожу на роботизированном пальце, ученые подготовили специальную питательную среду. Нанесение получается абсолютно бесшовным и состоит из двух этапов. На первом этапе палец погружается в цилиндр, заполненный раствором из необходимых клеток и белков. Речь идет о коллагене и дермальных фибропластах. Ну а в качестве второго слоя на палец добавляются основные клетки эпидермиса человека, так называемые кератиноциты. По словам ученых, полученный кожный покров на ощупь ничем не отличается от человеческой кожи, а при сгибании пальца можно наблюдать появление характерных морщин. Однако впереди предстоит еще немало исследований, ведь такая кожа сама по себе долго не продержится. Она зависит от питательных веществ и нуждается в регулярном увлажнении. Поэтому следующим шагом будет создание искусственных сосудов, потовых желез, ногтей, сенсорных нейронов и так далее. Как только все этапы будут пройдены, роботов целиком можно будет покрывать кожей. Только вот зачем это нужно? Возможно, вы слышали об эффекте зловещей долины. Его описал японский инженер и робототехник Масахиро Мори. Суть состоит в том, что робот, который внешне выглядит как человек, но при этом частично демонстрирует какие-либо неестественные нечеловеческие качества, вызывает у наблюдателя тревогу и отвращение. И если человека подобных роботов внедряют в сферу услуг, а в Японии это практикуется, то необходимо позаботиться о том, чтобы люди, взаимодействуя с роботами, не ощущали того самого эффекта зловещей долины. Поэтому мы видим, как появляются модели с невероятно правдоподобной мимикой, например, как у робота Омека от компании Engineering Tarts. Мы наблюдаем, как ведутся исследования по внедрению мышечной ткани в конструкции роботов, для того, чтобы их движения были идентичны человеческим. Выращивание человеческой кожи на роботизированном пальце – это еще одно немаловажное достижение в этом направлении. Сразу вспоминается один из героев выпуска, которому установили протез, управляемый силой мысли. Только представьте, что в будущем такой протез внешне будет неотличим от настоящей руки, ведь рабочий механизм будет покрыть не только мышечной тканью, но еще и настоящей кожей. Это все, конечно, очень странно и удивительно, но тем не менее работы ведутся и, как мы видим, продвижение есть. А значит, и есть повод предполагать, что науке и такое по плечу. Ну а для того, чтобы следить за прогрессом и быть в курсе важных новостей из мира науки и технологий, нужно лишь подписаться на канал и нажать на колокольчик для получения уведомлений о выходе нового материала. Если этот выпуск вам понравился, то ставьте палец вверх, делитесь мыслями в комментариях. А на этом у меня все, желаю вам успехов и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok